Мы собрались поговорить о нашей Вселенной Это интерактивный образовательный проект, образовательная компьютерная игра Мы придумали новый жанр, который называется SANE Scientific Adventure and Exploration То есть научные приключения и исследования В отличие нашего проекта, да, у нас есть целостное видение космической программы От наших дней до 23 века Мы не только создаем игру, мы еще и участвуем в разных конкурсах, в том числе международных Соответственно, лунные базы, марсианские города делаются с целью создать вот эти локации Уже с архитектуры, с инженерии, перенести это все в игровое поле Прикладной проект? Прикладной, прикладной совершенно, да То есть у нас есть консультанты, у нас есть Марк Серов, космонавт Вот, например, наша лунная база, ее можно примерно через 30-40 лет построить Она не какая-то утопическая, она совершенно конкретная Возможно, их, кстати, история, их бизнес-история станет когда-нибудь частью истории музея космонавтики Посмотрим! Я Ксения Лазебная, вы на канале Бегетон ТВ Вот мы наконец-то попали в музей космонавтики Нас встречает здесь в главном зале Юрий Гагарин, как и всех посетителей Надеюсь, что мы сможем теперь рассказать чуть-чуть подробнее о некоторых аспектах, нюансах нашей Вселенной Наша Вселенная – это информационный образовательный проект Точнее, даже мы его рассматриваем как информационную экосистему Изначально задуманной в форме компьютерной игры, образовательным содержанием Со временем этот проект приобрел другую форму и начал развиваться Идея проекта изначально была привлечение в отрасль талантов, энтузиастов, тех, кому космос очень интересен Путь создания хорошей компьютерной игры, большой, это путь долгий И нам предстоит еще очень много сделать Но те ответвления проекта, которые мы сейчас уже создали То есть, например, даже настольная игра, инженерно-космический класс и другие формы просветительской активности Они уже выполняют ту функцию, которую мы закладывали в проект Идея изначально была создание какого-то серьезного, но при этом развлекательного продукта Который бы, во-первых, делал акцент на российские разработки в области космоса Во-вторых, содержал образовательный контент И транслировал позитивную гуманистическую философию на будущее Проанализировали рынок и поняли, что аналогичных продуктов практически нет То есть, есть образовательные компьютерные игры Они в основном ориентированы на западную научную программу в освоении космоса О том, что разрабатывается у нас в России, даже некоторые популяризаторы космонавтики не до конца знают Это информация, которая для массового зрителя немножко закрыта И сама идея, возможность прикоснуться к вот этим интересным технологическим вещам И возможность сделать что-то реально весомое для будущего Сейчас эти моменты и объединяют людей То есть, вначале людей было немного, а потом вот эта вот общая идея, общая философия начала собирать команду То есть, как это было? Вы сидели однажды за чашкой чая, там, вечерком дома Листали на университет популярный журнал Почему мне сделать компьютерную игру? Так это присохнет? Ну, примерно так, потому что я всегда увлекался компьютерными играми У меня первое, правда, незаконченное образование, оно, естественно, научное, биологическое То есть, вы биолог? Да, я биолог Который играл в компьютерные игры? Да, но по диплому я литературный работник, литературный институт имени Горького Класс, все сложилось Да, и по профессиональной деятельности много лет работаю в области графического дизайна И сейчас уже работаю как 3D-дизайнер Помимо того, что вы создали эту идею как таковой Вы еще как такой многофункциональный менеджер У которого есть компетенция в разных-разных сферах Смогли собрать ту самую команду Идея даже важнее, потому что она объемнее любой личности Она надличностная И в этом ее ценность Я думаю, что собрать команду помог некий вакуум То есть в современном обществе нет образа героического покорителя космоса Там есть какие-то супергерои из комиксов и так далее Есть примеры удачных космических стартапов Но вот так, чтобы соединить это с героикой, с тем, как это было в эпоху, скажем так, золотую эру фантастики Во время первых, когда были первые полеты в космос Вот эту волну интереса космоса Как бы ее надо возродить Она сейчас немножко приглушена Но я думаю, что наш проект поможет ее поднять на новый уровень Ну, по крайней мере, есть уже эти люди Которые вошли в ваши ряды популяризаторов этого течения Которое могло бы вернуть нам тот самый образ космонавта, наверное Героя, национального героя, в том числе, который был в советское время Да, немаловажно Пересечения есть какие-то, да? Да, пересечения есть И, в принципе, игры с образовательным содержанием, они есть И инженерные симуляторы, и ролевые игры Но, насколько я понимаю, в них нет целостной концепции глобального освоения солнечной системы В них, наверное, не совсем точно отображается философия того, что для Вселенной мы все одно человечество Вот, пожалуй, то, что в России такого аналога нет Это наше уникальное торговое предложение Предложение Мы первые Предлагаем присоединиться к первым Да, вы рассматриваете, у вас открыт банк вакансий Да, конечно, мы постоянно ищем новых людей Предлагаем участвовать для поднятия собственных скиллов И в последующем, если разработки будут реализованы в проекте Естественно, это будет учитываться в доле от прибыли Проект уже существует пять лет Большая команда Все работают как энтузиасты Ничего не вкладывают Или все-таки вкладывают Настя, вы знаете об этом? Какие-то деньги откуда-то приходили к вам в проект? Говорите про то, что можно говорить О чем можно говорить У нас были компании по краудфандингу Мы несколько запускали их Небольшие суммы собрали Но распорядили по команде Я себе ничего не взял, не заслужил счет Это понятно То есть свое вкладывание Да, свое вкладывание В свое время, силы, душу Свой временной ресурс, безусловно Потому что те люди, которые пришли в проект Они действительно живут этой идеей Они горят этим В том числе и я Но деньги, они все равно рано или поздно не придут Главное верить в свою идею Вот это самое главное То есть никаких моделей монетизации мы пока не говорим Проекта, да? Ну как? Когда создается интеллектуальный продукт Там, не знаю, в виде каких-то календарей Например, мерча Все равно Даже настольная игра Это все равно предполагает монетизацию Хотя бы по чуть-чуть Но все равно это есть Собственно, настольная игра и разрабатывалась изначально Как маркетинговая поддержка основному продукту А настольная игра, она изначально задумывалась Немножечко похожей на монополию Вот Но вот автор правил, Андрей Казмиркевич Он написал совершенно другую механику Там нужно считать Нужно конструировать ракеты Управлять космодромом Вести бизнес Монетизировать космос через спутники Насколько возможно в рамках игровой реальности Приблизить человека, как бы, игрока К реалиям космического бизнеса Да, эта игра приближается Нас поддерживают общественные организации Которые понимают, что мы создаем Чуть-чуть, как бы, некоммерческие ценности Но их ценность может, в принципе, быть уже рассчитана В коммерческом эквиваленте Например, мы совместно с Молодежным комитетом при РКК «Энергия» Провели конкурс по разработке Лунного посадочного аппарата Массой 500 кг Очень классные были проекты сделаны И я знаю, что один из участников Никита Матасов Он в последующем стал развиваться в этой области Выступал на гагаринских чтениях И получил там приз за разработку Мобильного аппарата для исследования Окружающей среды космической Мы вместе с ним будем тоже некоторые проекты делать То есть вот то, что мы задумывали Оно уже работает и происходит И не исключено, что форма нашей деятельности Она со временем изменится То есть как изначально была только компьютерная игра Потом появилась настольная И потом появилась идея Прямо вот реального прикладного образовательного применения Вот мы, например, начали вести занятия в инженерно-космическом классе Который придумал Кирилл Ляц В гимназии на Новослободской Это образовательный проект Где дети могут изучать очень много дисциплин По кровостроению, ну, касаемо космоса Вот мы с Алексеем ведем как раз космическую архитектуру Вот, и что характерно Мы вместе с ребятами обсуждали проект на марсианский конкурс От Mars Society И, собственно, мы свой проект подали И ребята, там, 16-17 лет Они тоже свои проекты подали вот на вот этот конкурс С нашей консультацией, с нашей, как бы, поддержкой Они независимо свою разработку сделают Там реально есть интересные находки В музее космонавтики есть виртуальная экскурсия По космическому дизайну Основные работы там представлены Галиной Балашовой Космическим архитектором Она многие годы была засекречена Вот, и в конце 90-х ее открыли И тот вклад, который она внесла, действительно выдающийся И вот она на сегодняшний день в нашей стране является единственным космическим архитектором С таким вот основной базой знаний Еще космическим дизайнером Да, космическим Разработала Идентику Мне кажется, у меня сложилось такое ощущение, что Вокруг самой этой игры, которая в постепенной такой разработке Стала частью образом жизни вашей уже, мне кажется При этом все сопутствующие процессы Настольные игры, взаимодействие с детьми, конкурсы, все на свете Оно поддерживает вас информационно Уже вы выходите в публичное пространство Ваша пиар-компания работает впереди вас Раньше, чем начался продукт, даже тест-продукт То есть вы такие глубокие стратегии в плане пиар-стратегии, правильно? Ну, вообще, мультимедийные стратегии продвижения Да, это то, что мы хотим реализовывать и реализовываем Мы решили, что уже сейчас можно расширить наш просветительский образовательный канал И мы начали проводить вебинары Первый был посвящен новейшим отечественным разработкам в области ядерных энергоустановок Для космических аппаратов совершенно уникальный новый российский патент Роскосмос разрабатывает ядерную энергоустановку мегаваттного класса для космических буксиров И они позволят уже сейчас выводить систему охлаждения на орбиту с существующими ракетоносителями Вот эти вот разработки, они будут демонстрироваться в компьютерной игре Второй вебинар был посвящен трансгуманизму Вопросу изменения природы человека Для, допустим, продления жизни, усиления устойчивости организма к радиации Возможность потреблять меньше пищи или кислорода Кибернетическая модернизация, когда вживляются, допустим, имплантаты памяти Для работы в космосе, в невесомости, точнее в микрогравитации Может понадобиться вторая пара рук, грубо говоря То есть не обязательно их прямо вживлять, но, допустим, интерфейс будет контактный с нейроструктурой человека Это непростой вопрос, потому что некоторые говорят, что это как бы сложно Это может быть не совсем однозначно С другой стороны, космонавты признают, что очень много времени Буквально много лет они тратят на подготовку И вот существующей природой человека на активную деятельность космонавта Остается не так много времени В принципе, эта идея, она не только космосу применима, она применима, допустим, в условиях Арктики И других агрессивных средств здесь на Земле Но по поводу того, как люди адаптируются к условиям Арктики, пустыни и так далее Вот у нас был как раз третий семинар Третий по архитектуре будущего, да, возможные миры Нас вдохновил Троушин Виталий Алексеевич Невероятный человек, рассказывает о арктической архитектуре Насколько этот хрупкий регион нуждается в очень бережном отношении Он предложил концепцию очень интересную мобильных городов, мобильных домов Которые очень бережно относятся к вечной мерзлоте Как раз нарушение и таяние которой может привести к погубным климатическим последствиям То есть мы как бы соединяем разные идеи, которые в последующем могут оказаться выгодно реализуемы Здесь и в космосе Я хочу заметить, что Виталий Алексеевич Троушин Он, так же как и я, член Русского космического общества То есть это некоммерческая организация, которая как раз заинтересована в философском И таком глубоком гуманистическом аспекте освоения космоса Она объединяет совершенно разных людей И антропологов, нейропсихологов, инженеров, музыкантов То есть вот на платформе Русского космического общества Как раз мы и проводим вот эти вот вебинары Ищем точки соприкосновения Иногда как бы не соглашаемся друг с другом Но чаще всего как бы находим общую канву Которая определенно показывает, что даже в спорах и в некоторых разногласиях Мы все равно за светлое будущее человечества Просто мы придем к этому разными путями И в разных путях обретем новые богатства и новые знания Я благодарю вас за встречу сегодня Все подробности о сегодняшнем проекте и о наших героях Вы найдете в описании к видео Не пропускайте, подписывайтесь, колокольчики, лайки, вот это все Все эти космические истории, это все-таки про идею или это про деньги? Мне кажется, что это изначально про идею, а потом про технологии Которые со временем принесут денежную какую-то прибыль Поэтому поселения на Луне и на Марсе, они как бы подстегнут и переведут человеческое мышление на новый уровень А новые технологии, они как бы уже будут приносить прибыль, я считаю так И все-таки про деньги Ну, в итоге да, в итоге про деньги Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!